здравствуйте уважаемые коллеги всем видно слышно поставьте плюсики минус слышно видно коллеги он у замечательно слышно видно давайте начинать еще раз здравствуйте начинаем наш открытый прямой эфир 15 минут с ребенком детском саду и дома меня зовут кисель аримович саны я педагог международной педагогической академии дошкольного образования и сегодня хотела бы с вами поговорить снова на тему мелкоматорик вообще для меня это очень довольно тема интересная актуальная так как я являюсь педагога психологом и довольно часто на это обращаю внимание и такую вот тему как графа у графа моторика графа моторика это не подготовка ребенка точнее руки ребенка к письму и конечно мы можем говорить что там рисуя ребенок и развивают это конечно да но а без специальных упражнений а именно написать правильно именно тот нажим пластичность не будет в той мере развита чем если вы будете использовать различные задания для взрослых кажется совсем просто например обвести рисунок по точкам да а вот у маленьких детей еще не до конца развит пространственное мышление поэтому детские ручки и мозг функционирует немного по-другому иначе они не состоянии сразу же определить что нарисовано на картине а если если соединить все точки и он должен потратить много силы много внимания что получилось у него целая картинка и и для развития вот этой способности придумана масса упражнений рисование по точкам которые для ребенка является практически чем-то волшебным и сначала понимаете это был обычный лист бумаги где хаотичном порядке расположены точки а потом на нем появляется красивое изображение цветочка кошки собачки или чего-то какого-то интересного и забавно забавной картинки которые впоследствии можно еще и разукрасить и вот для самых маленьких в начале вот этого самого пути важно подойдут простые такие картинки где просто линия цветочек звездочка а вот детям постарше конечно начиная уже с трех четырех лет лучше подбирать картинки с сюжетным изображением и вот данная практика позже облегчить ребенку освоение письма а у него будет хорошо разработана рука и тем самым ребенок научиться рисовать и что важно развивается речь потому что если это просто картинки вы обсуждаете кто нарисован а что он делает и так далее и как правило дети с хорошей моторикой как мы уже говорили умеют логично рассуждать имеют обширный слабарный запас отличную память и если такой нет знаете даже есть такой метод определение речевого развития ребенка когда ребенка просят показать там один два три пальца и и потому насколько на насколько дети легко могут изолированы делать движение пальцами а можно говорить насколько развита речь у ребенка если пальчики не слушаются поднимаются все вместе или совсем я вы речь идет они нужно заняться более интенсивным развитием речи да ну конечно все бывают исключения из правил и есть дети с прекрасной речи на полка развиты моторикой наоборот на эту же совершенно другая история и как я уже говорила вот рисование по точкам важно начинать сначала с простейшего ребенку показывают какое-то изображение сначала он смотрит вы вместе определяете что же он то может сконцентрировать да что он видит потом вот этот рисуночек он обводит пальчиком причем очень полезно сначала конечно ведущую руку он обвел бы этим пальчиком но не забывайте и другую руку которая может быть не ведущая там левая но если вы будете и какие-то упражнения делать и другой рукой то вы этим самым развиваете ово полушария но сначала он обводит пальчиком потом воздухе обводит пальчиком и только после этого приступают карандашом более старшие уже обводят различными карандашами очень важно еще например если это уже сюжетные картинки то и будет хорошо если это солнце то солнце обведено желтым карандашом да если это травка зеленым и тогда и на чем четче и более изображены линии чем четче ребенок держит карандаш тем лучше развивается его моторик и вот сегодня я хотела вам показать или таких книжек называются рисуем по точкам смотрите а чем хороша серия этих пособий дело в том что они сделаны именно по сказкам вот например у меня зайчики на избушку всем известная сказка но твой это красочные довольно пособия и открываются здесь идет текст то есть дети с родителями или дети с воспитателем читают текст рассматривают картину обсуждают а кто где и потом смотрят смотри здесь не полностью кто здесь вот контакт прорисован не прорисован смотрите вот лисичка да она ее нужно ввести по точкам а еще и елочкой рядом да конечно это вот уже начинает 5 лет более сложные рисунки надеюсь здесь и сказка колобок репка там немножечко попроще обсуждаются сама сказка это уже развитие речи идет рассматриваются все картиночки обводятся вот смотрите здесь у меня уже даже обведено вот сидит лисичка в домике да она вот рыженьким обведена волчок травка петушок такая же вот сказка и волк и козлята здесь тоже жила была коза с козлятами уходил козлят в лес есть травку шелку выпить в воду стадиону и сама сказка рассказывается дорисовывать вместе с детьми тени прорисованные точки которые изображены здесь обсуждается вся сказка и тем самым взаимодействие происходит между ребенком и взрослым подсказка колобок бабушка испекла колобок дедушка точнее попросил бабулька давай испеки колобка посадили студисты на доходник и он убежал и вот все герои в которых он встречал нужно вот обводить развитие здесь происходит смотрите и мелкомоторить это понятно и глазомер ребенок должен вычленить так так автор автор это издательство мозаик и синтез и иллюстрация налетово а налетовый наверное про авторы ничего не говорят но серии называется рисуем по карте по точкам четыре сказки репка колобок волка козлята и заишкина избушка ну так вот это игру развитие глазомера и ориентации в пространстве на листах и выводка до работа на пространстве и мышцы про пространственное мышление воображение фантазия естественно развитие речи и вот вся все такие обводилки они конечно способствуют остановки руки дальнейшему успешному обучению это народные сказки да но кто вот именно здесь переработал вот редактор варис алиева очень замечательный редактор но также хочу сказать что сейчас пожалуйста слайд сейчас вот представлены все серии и серии книжки в наших условиях сейчас акция на школе семи гномов где можно приобрести 25 процентной скидкой также еще хочу вам сообщить что педагогия международной педагогической академии запустили новый вебинар который будет проходить вечером каждый вторник и четверг где и называется он так антивандальный вебинар где рассказывается как и чем занять ребенка в какие игры поиграть чтобы ваше заключение домашнее было интересно и как можно более продуктивным ну на этом я с вами прощаюсь спасибо за внимание вам здоровья и до новых встреч